Очередной тренинг наступает! Очередной тренинг наступает! Субтитры создавал DimaTorzok Десять кг, пятнадцать, двадцать Начнем с ног, с колен Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень хорошие, хорошие повторения Десять кг, двадцать пять Слегка меня калянуло Попалась мне, вернее один подписчик, будем так говорить, посетитель канала Десять кг, предложил мне посмотреть, ссылку дал на фильм о соединительной ткани, о так называемых фасциях Ну вот мы немножечко на эту тему сейчас и поговорим Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока отдохнем Что такое фасции и соединительная ткань? Соединительная ткань, она напоминает собой, знаете, вот такой каркас из тонкой проволоки Вот, представьте, объемный каркас, в котором находятся все наши клетки То есть поддерживают Что будут поддерживать клетки? Более крупное образование Ну, например, мышцы, органы Помимо того, что и внутри там есть соединительный тканный каркас Там еще есть и более такие крупные, плотные образования Которые как бы придают форму органу Допустим, печень, она там в свои вот это вот такая беленькая такая оплетка Вот это вот как раз фасция называется Сердце, сердечная сумка, мышцы Своего рода вот в этих вот сумках мышечных фасциях Фасция это как раз будут, ну, будем говорить, суставы Суставные там эти фасции Или как там их там будут называть То есть, чтобы это не отвалилось Нам нужна связка И вот, естественно, эта связка Играет огромнейшую роль И вот ей начали заниматься Изучать там немцы, особенно многие Американцы Исследуют самым различным образом И в частности Если взять позвоночный столб Позвоночный столб состоит из множества костей Которые должны быть соединены Соединены В определенную конструкцию Представляете Позвоночный столб И помимо того, что там мышцы крепятся Все это в оплетке Вот эта оплетка Она фасция Считается большая Чуть ли не от шеи идет До копчика Вот все он этот наш позвоночный столб держит Естественно Имеются в этой фасции там нервы И вот Так сказать Последние достижения Науки говорят о том, что Не столько там нервные корешки Зажимает Хотя и это бывает Как То есть Если нервный корешок Зажмет У меня как раз здесь Это было Человек сразу от боли Бац Падает А когда Вот Боли в фасции В основном в поясничном отделе Наступают То Появляются хронические Поясничные боли Или там Дальше в шее В плечах И так далее Дальше в шее Ну и хватит, три подхода Потому что чем больше подходов, тем больше вес Тем вот эту нагрузку надо будет держать постоянно Поэтому для укрепления, так сказать, фасций коленных суставов Это вполне, вполне достаточно Потому что подобную наружку они вообще не получают И это очень хорошо Итак, от этой соединительной ткани, в которой находятся все органы Все клетки, через которые идет, кстати, и питание Естественно, они должны быть достаточно омыты жидкостью В противном случае там все пересохнет Никакого питания не будет и все начнет стягиваться Стягиваться Я уже вам говорил про холодец Вот как раз вот эти фасции Кстати, из них-то и варят холодец-то вообще-то Представляется, вот такой жиденький студень Который там держит и воду, и что там такое И когда водички маловато там То начинается уплотнение И вот это именно уплотнение Соединительной ткани Как еще там Более крупное образование называют фасциями Вызывает сжатие, зажим нервов И, как правило, боли И вот я смотрел Разные, значит, ученые там изучают Пришли к выводу, что хорошо влияет Как бы сказать, растяжение и движение Растяжение и движение что делают? Если Вы, наверное, видели мочалку, которая сделана из губки То есть Такое пористое образование Его сжал Оно уменьшилось Потом, значит, отпустил Оно приобрело свой прежний объем Так вот, если это сделать в воде Как раз, она только раз Напитается воды И будет держать воду Вот, вот держать воду И вот они Не мудростью я так особо За Оно Остановились на самом простом Значит, сжатие Растяжение И там идет работа, как губки Вроде бы все понятно Все понятно Все понятно, адекватно Все понятно, адекватно Там, что Соединительная ткань вырабатывает этот Смазочный материал этот Германную кислоту Потом коллаген Все ясно понятно Вот Как это все дело Стимулировать Чтобы все это работало Как устранить боли Вот Но Но Они не поняли Основного Зачем нам нужна Соединительная ткань Это каркас Это каркас Каркас Который Вот Придает Форму Нашему Организму И в зависимости Все это работает Все это работает Нормально Вот смотрите Я поднимаю штангу То есть я поднимаю руки Значит у меня Вот эти фасции Которые держат вес Они Образдают определенной силой А когда же я Поднимаю Гораздо Больше вес То Тем самым Помимо мышц Я начинаю Влиять И на фасции Которые должны Быть гораздо крепче Чтобы выдержать Вот такую Повышенную нагрузку И таким образом Физическая нагрузка Именно С Учетом Силового Напряжения Начинает Тренировать Наши фасции И Так Сажим Подход пошел Намного лучше Размелся Так вот Так вот Так вот Но тут Надо Сделать такое Простое усилие Чтобы Понять Вот такую Простую Истину Вот смотрите Вот эти все Фасции Они Поддерживают Тело Человека Вот в этом Прямостоящем Положении То есть Они Рассчитаны На Нагрузку Противостоят Гравитационной Энергии То есть Вот В этом Отношении Плюс Никто еще Особо не говорил Что надо И на Костную Ткань Влиять На Костную Ткань Влиять Таким Образом Если Если Мы С вами Начинаем Давать Нагрузку На Ось То есть Вот эта Вся наша Соединительная Ткань И фасция Приспособлена Для того Чтобы поддерживать Наше тело В Прямостоящем Положении Давая Нагрузку На Эту Ось Мы Тем Самым Ну Естественно Все Должно Быть Дозировано Что 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 Там Отдых А Периодом Мы Тем Самым Даем Нагрузку На Все Наши Вот Эти Главные Фасции И Вдобавок Само Напряжение Вот Если Б не Был Этого Напряжения То Грубо Говоря Откуда Там Возникают Грыжи И так Дальше Все Вот так Развалилось Напряжение Дали Это Ничего У нас Не Держит Белая Линия Там Живота И Все Так Как Пузырь Лоб Могу Тренировка И Разговор Конечно Особо Нежелательно Ну Продолжаю Вот Смотрите Одно Дело Давать Нагрузку На Мышцы Вполне Нормально И Понятно Но Совсем Другое Дело Это Давать Целенаправленную Нагрузку На Соединительную Ткань На Костную Ткань И На Фасции Возьмем Пример Семикратного Мистер Олимпия Филохита Мышцы Развиты Ну Если Семь раз Подряд Становился Мистер Олимпия То есть Мужчиной У которого Самая Лучшая Развита Мускулатура И Вдобавок Он там Все пропорциональный И так далее Но Ну Ну Вот Та-та-та-та-та-та-та-та Ножище Ё-моё Но Из-за того Что Нагрузка Была Увеличена На мышцы А фасции Были Не подготовлены У него Такая Опачки У него Образовались Грыжи По Белой Линии Живота То есть От напряжения Возрастало Внутри Брюшное Давление Которое Выдуло Эти Грыжи Крайне Неприятно Из-за этого Он Перестал Контролировать Свой живот Живот Начал Выпирать Во время Поз Что Что Было Крайне Неэстетично И вот Вам И тренировка Казалось бы С тяжестями Мышц Для того Чтобы Их Накачать Но Нету Тренировки Фасции У других Людей Опять-таки Мышечная Сила Так Растет Время Жима Лежа Больших Весов Частая Травма Это Разрыв Отрыв Значит Грудной Мышцы Вот Она Оторвалась Еще Разок Подходик Сделаю Хорошо Пошло Вот Только я Размялся И Вошел В нужный Ритм Вошел В нужный Ритм Занятий Но Фасцию Целостность По белой Линии Живота Вставляет Сетку Там Подмышцы Это все Сшивает И более-менее Так нормально Не Выпячиваться И так далее Вот Когда я Занимаюсь Гравитационной Гимнастикой Я начал Заниматься Так Как говорится Харе Болтать Надо хоть Немножко Что-то Сделать Разомнемся Слегка Разомнемся И поехали Разомнемся Вот Когда я Начал Заниматься И Тяга То есть Не тяга А там Конечное Движение С этой Тягой Делается Сильно Напрягаются Мышцы Живота И Гораздо Сильнее Они еще Напрягаются Когда Штанга На плечах И ты Вот То есть Вот здесь Все Напрягается И Попервах Я Как бы сказать Думал Будет Нагрузка На спину На Поясницу Нет Нагрузка Была Именно Вот сюда Такое впечатление Что Тут все Может Лукнуть И вывалиться Поэтому 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 Я Потихонечку Потихонечку Наращивал Веса Чтобы Вот это Все Укреплялось Сейчас Я почувствовал Что Достаточно Хорошо Вот это Укрепилось Держит То есть Можете Идет Идет Тонировка Идет Стимуляция На Соединенную Ткань На Фасции И на Костную Ткань В результате Чего Потому Что Под Простыми Этим Упражнения Мы Просто Напристо Не даем Эту Нагрузку На Указанное Так Сдрогнем Еще раз Указанное Указанное на десяточку раз и хватит то есть мы не даем нагрузку ту которая требуется нашему связочному аппарату суставно-связочному костному тканному аппарату потому что он уже изначально рассчитан на огромные перегрузки для того чтобы вы во время прыжков там падений каких-то резких движений еще чего-то бега там метание и прочего 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 вы не могли там себе повредить то есть уже запас прочности и уже для того чтобы вот этот запас прочности еще более укрепить еще как-то на него повлиять требуется огромные веса и как правило смотрите все таки мы перестали испытывать ту нагрузку которую испытывали наши предки это в основном образ жизни был регулярные движения периодически надо было очень быстро там бежать либо убегать либо догонять либо там сражаться что-то быстро и резко там делать этого у нас нету отсюда и все так сказать последствия плюс ученые выяснили что оказывается эмоциональная излишняя эмоциональность а сейчас как раз у нас время сплошной эмоциональности вот эти эмоциональные потрясения они как раз влияют на вот эту вот соединительную ткань на вот эти фасции особенно расположены где самые большие фасции они как раз вот идут от затылка до самого кубчика там мощная фасция которая должна держать наш позвоночный столб то вот это вот оплетка и вот эти все эмоции ведут тому что потихонечку именно фасция зажимается стягивается зажимает нервы и далее пошли 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 все эти вещи а только вот такие вот нагрузки за счет гравитационной гимнастики позволяет дать такую нагрузку которая тренирует их и расслабляет это очень интересная вещь которую я на себе прочувствовал вот западные ученые еще к этому подхода я уже знаю так ну что хочется еще что-то прибавить прибавить ну давайте прибавим 19 килограммов 19 килограмм очка и в результате вот этих тренировок начинается благотворное влияние на всю соединительную ткань включая суставную и естественно костную потому что нагрузка идет вот такая вот как раз кость кость она не на разрыв действует она как раз сопротивляется вот этому вот как здесь мы стоим вот этой нагрузки и когда мы как раз такую нагрузку даем на нее вот вот сюда по как сказать вектор идет по кости начинает тренироваться прорабатывается костная ткань с включенный внутрь костным мозгом он начинает работать гораздо лучше ну что вздрогнем я думал на 6 раз не будем это как говорится не будем сильно упираться так сделаем с некоторой прохватцы и вот раньше я обязательно одевал пояс сейчас чувствую у меня вот этот мышечный курс сет стал довольно таки сильным хоть некоторые говорят и живот вроде есть вот об этом я и хотел с вами поговорить что помимо того что ты учишься управлять энергетикой окружающее пространство за счет поднятия вот этих вот вернее за счет вот этих вот усилий поднятия там минимально за счет этих усилий ты начинаешь воздействовать на кости связки фасции и на всю соединительную ткань и в целом это приводит к всеобщему выздоровлению организма что очень и очень интересно пол холодный один у валенки потому что есть конечно вот такая субстанция которая скрепляет организм в единое целое это соединительная ткань вот это мельчайшая вот эта облёточка в которой все находится и оказывается ее можно тренировать для того чтобы вот она держала форму в зависимости от усилий которые ты даешь именно усилий накладывания на нее заставляет ее так сказать работать лучше и плюс там огромное количество эффекта получается получается с этой соединительной тканью который отводно влияет на клетки и так далее то думали клетка и все нет наш организм нечто такое большее целое единое и надо с учетом единство организма все это рассматривать так что тренировка мышц это одно тренировка сухожилий это другое и наконец-то тренировка костной ткани специальным упражнением это вообще третье видите как мы все это разложили так ну что еще разок раздрогнем кстати я кажа я когда пожал 80 на 10 раз я перед этим где-то 160 раза на 3-4 что-то давану на этом тренажерчике то есть у меня результат был 180 на килограмм ну должен совсем недавно вот когда 7 января я сделал 190 так более ну посмотрим вот как это все переносится на вот такие вот результаты надо походить сидеть плохо и вот в любом виде спорта особенно там где резкость взрывная такая сила такая сила сила силовая то есть там поднятие огромных тяжестей там очень важно чтобы был укреплен связочный аппарат если он не укреплен то сразу же начнут разного рода быть травмы надрывы зажатости и пошло 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 так ну что хорошо потихонечку входим в рабочий ритм относительно этих упражнений не спеша но тем не менее чувствую силовые данные в этих упражнениях возвращается хорошо хорошо и хватит это упражнение хватит кстати был такой вопрос вот как у вас поддерживается мотивация я так ответил по-своему но вот хочу дополнить если вы долго не занимались естественно у вас были там какие-то тренировочные свои результаты довольно таки солидные по вашему мнению и вот человек достиг определенного результата потом что-то у него случилось в месяц там а то два не занимался может больше может меньше пришел попробовал ооо не интересно то там двухпудовую гирю кидал а то тут 24 давит вот это одна из тайн собственной мотивации и правильных занятий важно прийти в спортзал и сделать посильную нагрузку вот любую посильную нагрузку какую вы можете сделать это уже запустит процесс восстановления и пойдет 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 так помните я начинал приседать или проседал Раньше я еле вставал, настолько ослабленной. Сейчас начинает подкидывать. Это у меня идет как разминочные подходы перед жимом лёжа. Начнем наши подходы и посмотрим, что у нас в конце получится. И посмотрим, что у нас в конце получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вспомним старое. Прибавим сразу 60. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Особой лёгкости нету, но тем не менее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не будем горячиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как говорится, и это хорошо. Ну что, уже вонем раз на семь. Живот и закончим. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 ДимаTorzok.